всем привет с вами не агара и это вторая серия the sims 4 и весь этот летсплей я решила назвать новелла о уайтах такое название как бы рассказ об их жизни так скажем за кадром я здесь немножечко перестроила их дом пределах возможного вот видите у нас уже осталось 650 симулионов вообще потратила практически все деньги но дом стал более такой жилой более ну такой не милый как бы сказать но ощущение того что в нем живут а не то что просто это стены с каким-то набором мебели в общем у нас изменился цвет дивана тут зеленый поменялся телевизор был просто ящик какой-то древний допотопный на кухне как вы видите появилась микроволновка фрукты ящичек с картиной изменилась комната да и не сразу видно да что живет молодой человек не очень-то много чего у него здесь есть кровать какие-то календарики часы стереосистема музыку можно послушать и скульптура женщины и сразу видно кто старший брат да пол пол дома практически занимает комната старшего брата джейка я ему изменила здесь кровать поставила разные там не знаю штучки кому-то изменила в общем изменила здесь ему ну практически все из того что здесь было добавила еще окно у него в углу появился столик с компьютером я думаю он пригодится обоим братьям и я ему поставила сюда тренажер не самое конечно подходящее место в спальне но у нас просто больше нет места ну нет места но можно конечно во дворе поставить надо как-то не то да лучше пусть стоит доме ну хотя бы вот так потому что джейк у нас он такой да ему подавай жизненная цель и вообще тренажеры всякие все прочее сейчас он находится в состоянии счастья он качает пресс он счастлив и мы наверное в этой части устроим их на работу ну как их устроим джейка на работу я так думаю потому что дэнни он не собирается работать он будет тусить клубы друзья и и прочая музыка не знаю в общем он такой молодой человек у нас а джейку нужно устроиться на работу так что давайте посмотрим какие у него желания танцевать под музыку стереосистемы отправиться на пробежку завести новое знакомство а как же дэнни у дэнни рассказать анекдот назначить свидание завести новое знакомство ну чтобы завести новое знакомство нужно куда-нибудь отправиться давайте мы сейчас джейка устроим на работу это нужно сделать по телефону нажимаем и смотрим что у нас есть функция телефона можем отключить его звонок чтобы нас не беспокоил постоянно три звона если вдруг много друзей можем просматривать веб-страницы поиграть в телефоне заметьте да раньше этого не было запланировать общественное мероприятие например на какую-нибудь вечеринку переместить семью не надо это заказать услугу найти работу отправиться куда-нибудь с и дэнни например давайте найти работу сейчас включим play поджимался и давай посмотрим что там у нас есть за предложением по поводу работы какие вакансии но поскольку я вам уже озвучила то что он должен быть служить где-нибудь в полиции технический специалист космонавт тайный агент что нам под тайным агентом тайный агент живите незаметно став агентом под прикрытием пробирайте штаб квартиры врагов и осваивайте искусство допроса чем больше вы узнаете тем меньше бы узнать про вас специализации диамантовый агент и злодей ничего себе сейчас пока что открыта вакансия секретарь агентуры работать он будет семи до трех очень рано так скажу семи представляете работать семнадцать символионов и типичная пятидневка давайте выберем ему эту работу он пойдет по стопам отца и деда как я уже говорила об этом да джек пойдет 7 часов на работу а дэнни дэнни что дэнни дэнни не будет у нас работать он сейчас расскажет анекдот своему брату нет не забавную историю а у нас веселые действия рассказать анекдот ну про политиков например и после этого они отправятся куда-нибудь в парк будем там смотреть осматриваться какие-нибудь новые знакомства и в общем дэнни нужно знакомиться да и вообще интересно где-то побывать получен навык комедианта у дэнни благодаря ему мы можем рассказывать анекдоты мы используем микрофоном сочинять шутки на компьютере ничего себе и классно и смотрите у них два действия они смотрят телевизор и общаются классно прикольно ладно отправиться с и отправиться с джейком и отправиться куда сейчас у нас должно появиться да они сейчас пообщались нас выкидывает как говорится на карту мы можем посетить библиотеку мы можем спортивный зал любимое место джейка будет стопудово ночной клуб это любимое место дэнни синий бархат ух ты музей ну может быть и пока что они отправятся в парк поскольку они идут вместе они по отдельности они пойдут по общим интересам ух ты сразу мы стоим на паузе так джейк отзывчивый персонаж такие персонажи не успела прочитать что он хочет обнять кого-нибудь назначить свидание завести новое знакомство ну дэнни ну дэнни ну давай посмотрим с кем бы ты тут мог познакомиться давай давай посмотрим тут девушка играет в шахматы например есть еще какая-то ну скорее женщина да мужчина в шахматы играет давайте посмотрим что еще есть есть здесь ванные комнаты туалет пруд какой-то пруд подальше немножечко отойдем ну что еще детская площадка есть здесь кто это кто какой-то паренек он наверное не знаю что-то изучает так ну это нам не интересно да вот такая милая набережная ну-ка бы да набережная так скажем Кто-то спит на скамейке здесь, и обалдеть. Кстати говоря, спит здесь девушка, между прочим. Такая довольно... Ну ничего такая. Может быть, с ней познакомиться. Как ее зовут? Виктория Боброва. Да, поскольку это русская версия, здесь имена будут на русском. Не сказать, что я прямо в восторге от этого. Да, не очень-то сильно мне это нравится. Смотрите, мы здесь можем выйти на берег. Классно. И такие деревья. Просто обалдеть, как будто мы в Японии. Не знаю, в период цветения сакуры. Классно вообще, классно на самом деле. Парк очень красивый. Так, ну вот у нас есть, значит, варианты. Познакомить Дэни с девушкой, которая играет вот здесь в шахматы. Дайте на нее посмотрим. Ну она мне как-то не очень нравится. Вот та девушка, которая спит, намного привлекательнее. Так. А можно с ней как-то контактировать, когда она спит? Проснуться. Ну, мы сейчас отправим сюда Дэни, а потом он ее начнет будить, наверное, вот так. А Джейк, Джейк у нас, чем бы тебя занять? Может быть, ты у нас познакомиться с кем-нибудь? Здесь есть какой-то мужчина, который играет в шахматы. Давай с ним будем знакомиться, да? Смешно представиться, позвать, приветствовать, дружески присоединиться к игре. А может, мы вот так вот, не имея каких-то дружеских отношений, присоединиться к игре. Интересно. И проследим сейчас за Дэнни. О, какая дама. Но она такая, не стесняется носить мини-юбку. Ну, а что такая, да? Между прочим, да. Получен навык логики у Джейка уже. Он уже там успевает играть. Что, долго так Дэнни бежит? Смотрите-ка, да, он присоединился. Обалдеть. Сейчас поиграет с ним, посплетничать. Познакомиться, поднять настроение. Мы можем обсудить интересы. Клиник комплимент. Ну, повышает обаяние, смотрите-ка. Классно. Ты все еще до нее бежишь? Дэнни. Что она так далеко? Там еще какая-то группа людей. Ну, кстати, здесь довольно много Сима в парке. Да, мне это нравится. О, подожди-ка, я что-то не поняла. Мы тебе что сказали делать? Ты каким вообще образом здесь оказался? Вот скажите. Девушка ушла? А, черт! Дэнни, не надо приставать к ребенку. Нашли. Давай посмотрим. Здесь есть какая-то интересная дама. Такая с красными волосами. Ух ты! Ух ты же! Смешно представиться, например. Дэнни и Катрина. Еще друг друга не знают. У нее такое интересное имя, Катрина. Правда, внешность... Ну, не сказать, что Сима мне нравится. Чего он такой трусой бегает? Ну, она такая... Ничего. Пообщаться мы можем, да. Мы с ней пообщались. Забавную историю можем ей рассказать. Куда ты пошла? Женщина. Ты куда, Катрина? Мы хотим с тобой пообщаться. Поднять тебе настроение. Искренний комплимент. Ну, так шикарно выглядишь, детка. Что-нибудь типа такого. Посплетничать? Не знаю. Веселые действия, например. Анекдот какой-то рассказать ей. Дэнни. Что? Кто там к тебе пристал? Я ничего не понимаю. Давай общайся с этой девушкой. Она что-то как-то так присоединилась ко всей этой компании. Такая, не обращает на него внимания. Покажи ей пародию, например. Может быть, ее это позабавит. Занимательную историю. Ну, душевный разговор, наверное, нет. Хотя обнять, вы знаете, у него было по его... Этим самым... Жизненным, как сказать, характеру, короче говоря. Что он такой прямо обнимается со всеми, и все круто. Обсудить с ней интересы. Ладно, у нас тут Дэнни общается. Он весь такой... Тебе скучно. Мы поняли. Джейк. Джейк, Джейк. Отправиться на пробежку. Ну... Эй! Стоять! Я, наверное, им свободу воли, может быть, отключу. Я что-то как-то не привыкла к тому, что они у меня делают все сами. Потому что я обычно отключаю свободу воли, чтобы управлять своими симами полностью. А то что-то они у меня разбегаются. И не забываем про нужды, да? Естественно. Ну, в принципе, еще так все. Ничего так. Заниматься бегом или выпить... Оу! Выпить бодрящий напиток. Ничего себе. Бодибилдинг. Ладно. Заняться бегом. У него есть такое желание. Давайте посмотрим, как он сейчас отправится на пробежку. Ну, тут в парке такие все общаются. Вообще, как-то так интересно. О! Переоделся наш красавчик. Смотрите. Отправился на пробежку. Классно. В общем, он у нас побегает сейчас стать друзьями. Хочет отправиться на пробежку. Ну, мы отправились, что у тебя не выполнилось задание, что ли? О! А что за тусняк у вас, ребята? Анекдотик. Девушки. О! Вот это еще какая-то ничего такая. В общем, Дэнни, посмотри, какая девушка идет. Сейчас упустишь. Как ее зовут? Саммер Холидей? Ничего себе. Поприветствовать дружески. Она, наверное, пройдет мимо. Да. О! Джейк мимо пробежал. Ничего себе! Мы хотим ее поприветствовать. Стой! Эй! Мы тебя хотим рассмотреть. Ну, вот эта девушка, она уже, конечно, будет получше, чем Катрина. Поприветствую дружески. Стой, пожалуйста, никуда не уходи. Я умоляю. Наш Дэнни просто звезда парка. Перезнакомиться со всеми девушками. Что он хочет показать кому-нибудь пародию, назначить свидание. Эй! Ну, пожалуйста, не уходи. Ну, поприветствовать дружески. Давай, Дэнни. Отстань от этой женщины. Вот. Вот. Вот наша цель. Мы хотим назначить ей свидание. О, наконец-то. Метнуть безумный взгляд. Как это на нее произведет впечатление. Ну-ка. Опа! О, она засмеялась. Прикольно. Анекдотик. Давайте ей про ампиров расскажем. Познакомиться. Пощечину не надо ей давать. Ты что-то? Ты что-то? Другие варианты. А, веселые действия. Показать пародию. Я не знаю, понравится ли мне это. Дэнни узнает, какими чертами характера обладает вот эта девушка. Обсудить с ней интерес. Ну, он такой, смотрите, короче говоря, все разошлись, и он сидит с девчонками. Такой вообще, ага, свой в доску. Такие персонажи обожают смотреть спортивные программы, общаться с дружнями, по интересам любят пить сок. Так, классно. Катрина решила куда-то свалить, похоже, ей пришла смс-по. Ооо, достигну второй уровень в комедии. Врать по карьеру. Смотри, какие интересные вообще действия появились. Надо же. Обсудить изменения в городе, например, с ней. Рассказать анекдот. Ну, в общем, он у нас такой шутник, но он уже душа компании. Конечно, он будет с ней шутить, общаться. Дружелюбные действия. Давайте. Жаловаться на местную молодежь. Ну, это как-то по-стариковски. Сплетничать. Ну, пусть посплетничать немножко хотя бы. У них, смотрите, приятный разговор. Шаловливое настроение у Саммер. То есть, Дэнни ей понравился. Классно. Метнуть безумный взгляд. Джейк, ты набегался? Прибежал такой к нам. Вы про меня не забыли? У него какая-то там смс-ка пришла. Давайте посмотрим. Питание. Он хочет кушать. А мы можем просто одного Джейка отправить домой? Отправиться. Просто одному вот так отправимся домой и все. А Дэнни останется здесь. У него тут есть с кем пообщаться. Это такой вообще-то к ним подсел Виктор некий. Просто подсел и слушает их разговор. Такой, да-да, точно, да-да. Все так и было. Ну что же, домой. И как сейчас интересно, я буду наблюдать за Дэнни. Если у нас Джейк отправился домой. Очень интересно. Мы будем играть только за Джейка? Как так? Как пребывать в возбужденном состоянии. Навык фитнеса. Танцевать под музыку стереосистемы. Это мы тоже можем выполнить. У нас здесь есть стереосистема. Например, включить. Ну, поп-музыка. И потанцевать. Танцевать. Сейчас посмотрим, какие действия выполняют Симы, когда танцуют. Может быть, есть какие-то новые действия. По-любому, они танцуют не так, как раньше. Ну-ка. Я даже не представляю. Он такой один пришел домой и такой расколбасился. У меня хороший и отличный день. Я сходил в парк, пробежался там, поиграл в шахматы с каким-то непонятным чуваком. Теперь решил с ним завести знакомство. Джейк. Ну, такие танцы. Так, это у нас, считайте, мудлеты, которые были раньше, но это сейчас настроение. У него состоялся приятный разговор, хорошая разминка и надежная связь с братом. И он испытывает счастье. Позвонить кому-нибудь по телефону. Ну, я не знаю, можем ли мы позвонить Виктору по телефону. Давайте попробуем болтать с Виктором. Так. Мы позвонили ему, он нам ответил. Вау. Я думала, мало ли там трубку не возьмет. Да? Рассказать анекдот. Ну, давай мы сейчас тогда пока поразминаемся. Ну-ка. Спортивная одежда у него нечетка, а мне нравится. Такая маечка, шортики. Ох! Что у тебя? Начальный уровень. Ох, как все плохо. Весь в поту уже. Он, да, гигиена у него упала. Питание. Смотрите-ка. Да бедные. Ну, давай, давай. Такие мышцы-то просто не даются. Да, такой начальный уровень у него. Вот, смотрите, развивается навык. Ну, это нам привычные такие... Уже... Столбики на ухо... Ой, все, гигиена, все. Жесть. Ну, все. Ладно. Давай в душ. Мы здесь еще ничем не пользовались. Все такое прям новенькое, новехонькое. И посмотрим, как он будет готовить. Ему нужно приготовить. О! А вот это что-то новенького. Такое у нас не было. Жареный сыр. Тортик можно сделать. Яичница, болтуни, макароны с сыром. И все пока что. Ну, раз он у нас такой весь из себя культурист, может быть, мы приготовим яичницу? Давайте по яичнице. Размер семьи, вечеринки. Ничего себе. Можно выбрать еще на одну ли ты будешь готовить персону. Класс. Ну, на одну, конечно, персону. У нас один дома. Забота о себе. То есть, Дэнни у нас там заботится сам о себе. Интересно. Ой. Песенки поем в душе. Прикол. Ну, немножечко такой позанимался, размялся. Так. Как гигиена пополняется. И потом у нас пополнится питание. Песенки поем в душе. И если мы хотим поиграть за Дэнни, мы должны нажать вот на эту стрелочку и сменить контроль на Дэнни. Посмотрим, что он там делает. У нас пока что есть дела у Джейка. Он там помоется, покушает. Но это не так интересно наблюдать. А вот Дэнни у нас тут весь в обществе дам. Мы сейчас посмотрим, как же он тут. Чем ты занят? Можно узнать? Подождите. Что это за люди вообще? Где девушка, с которой ты познакомился? А? Скорчить рожу в зеркале. Так. Вот какая-то дама. Ну, она такая. Довольно крупная. Вот девушка. И все такие шахматисты прямо... Прямо все знают, как играть в эту игру. Интересно. Какой-то мужичок кроется в мусоре. Молодец. В общем, девушки твои слиняли. Да я не знаю, что ты их утомил своими рожами и своими анекдотами. Похоже. Как у тебя там, естественно, нужда? Ну, такая она еще. Не слишком критичная. В общем, никого заслуживающего нашего интереса здесь не осталось. Похоже, надо шлепать дома. А это что? Ламушек. Ну-ка. Копать. Давайте попробуем копать. Интересно, что это будет такое? Прямо реально что-то такое непонятное. Так. Стать уверенным. Поцеловать. Скорчить рожу. Ну, вот ту блондинку можно было бы поцеловать, если мы ее пригласили куда-нибудь на свидание. Ну, переключилась и она Джейка, и все. И она куда-то ушла. Находит кусок известняка. Ничего себе. Это что? Иди сюда. Воспользоваться ванной. Ну, давай воспользуемся. Как там у нас? Естественная нужда. Но у него, наверное, поднимется гигиена. Ну-ка. А, нет, смотрите. Естественная нужда. Круто. То есть тут, видимо, два в одном. Так. И еще какая-то девушка. Давайте посмотрим поближе. Сейчас со всеми девушками в городе признакомимся. О, ну, а что, почему бы нет, да? Давайте поприветствовать дружески. Прямо так вот сделаем несколько раз, чтобы она никуда далеко не ушла. Стой, жди. Зинаида? Зинаида? Ладно. Такое он весь на пробежке, такое смешное вообще. Она, наверное, с молодым человеком. Что-то Григорий Царев, похоже, как-то знаком с этой Зинаидой. Не знаю. Давайте пообщаемся. Он же у нас такой общительный. Паникдот про обезьян расскажет. Дети узнают, какими чертами характера обладает Зинаида, любит природу. Эй, что-то знаешь, не стали они с тобой разговаривать. Ну, в общем, ладно, отправляйся уже, наверное, домой. Оп. Что-то за пахоняк такой. Жесть. Ладно. Отправимся сейчас домой. У нас уже полседьмого вечера. Воскресенье. Неплохо они прогулялись. Это было такое самое первое вообще знакомство с городом, так скажем. С местными жителями. Мы просто посмотрели, что вообще нас окружает. Кто примерно живет в этом городе. Думаю, конечно же, не всех они там посмотрели. Далеко не всех, так скажем. Скорчить рожу в зеркале. О, здравствуйте. Джейк смотрит телек. Скорчить рожу. Будем выполнять эти желания. Так, у Джейка осталось только отправиться на пробежку. Опять? Опять на пробежку? Ну, иди пробежись. Пробегись. Перед вечером таким, перед ночью, не знаю. Закат очень красивый такой. Тени падают. Ну, в общем, мне нравится вообще. Пока что, ну, очень непривычно. Если я где-то туплю. Или веду себя как нуб. Ну, извиняюсь, конечно, но... Все-таки такая игра, знаете, необычная, непривычная. Давайте... О чем мы с этой блондинкой вообще никак не задружились? Вообще-вообще? Вообще нигде? Почему? Жаль. Ну, давайте попробуем Катрине позвонить, поболтать. Вроде что-то там общались так примило. И что-то нифига. Странно. Весьма странно. Все. Пообщался быстренько. Так, давай посмотрим твои нужды. Э, питание, бодрость. Ну, в принципе, у него, знаете, нужды не так упали, как у Джейка. Он такой вообще весь на бодрике. Давайте посмотрим, что можно делать, например, в компьютере. В компьютер допутобный. Ну, что же делать? Сеть, найти работу, семья, писать. О, практиковаться в программировании, придумывать шутки. О, классно. Наш юморист, он достигает этого уровня. Пусть придумывает шутки. Что-то пишет там. Прикольно. Джейк, ты где? Ты все, что ли? Все, набегался. Купить игрушку, завести новое знакомство. Ну, вот какие-то... О, кстати, Зинаида. Вот тебе знакомство, иди сюда. Поприветствую, дружески вас. О, смотрите, какой он. Не любит быть недовольным или измотанным. Наверное, у него гигиена упала. Да. Да, сильно упала гигиена. Мы девушку поприветствовали, и все, пофигу, в принципе. Общаться с ней не будем. Иди давай в душ. Мне нравится, что в зависимости от их нужд, как бы, меняется аватар. Вообще прикольно. Если счастлив, он такой весь зелененький, улыбается. Ну, вообще классно. Что он там с ней болтать с Зинаидой? Ну, ладно. Пусть пока поболтает, раз уж познакомились. Неизвестно еще, кто из братьев ей больше понравился. Пишет шутки. У нас Дэнни. Рассказать о Ниндону же некому. И... Не знаю, чем тебе занять. Заказать можно общение, сеть. Сеть веб-страницы. Искать картинки. Изучать заигрывания. О, можно изучать заигрывания. Надо поизучать. Просматривать предметы искусства. Смотреть смешные видения. Ну, давай поизучаем заигрывания. Интересно, что же это такое. Придумывать шутки хватит. Так. Да он такой сидит вообще сам с собой прикалывается. Ну, оторжать. Ты что, все еще болтает? Да не надо уже с ней болтать. Все, у тебя уже... Ты пахнешь весь. Грустный такой Джейк пахучий. А Зинейди он приглянул, собственность, и она... Она с ним кокетничает. Эй. Паренек у нас уже весь измотался. У него, наверное, завтра первый рабочий день, да? Давайте посмотрим. Секретарь агентуры. Посмотреть базу данных разведки на компьютере. О-о-о. Надо посмотреть. Да, у него завтра в 7 часов первый рабочий день. Обалдеть. Все, смотрите, помылся. Так, ну, такой нейтральный. И думает о Зинейде. Знаешь что, дорогой Джейк? У меня для тебя вообще другие планы. Не думай о Зинейде. Получен навык пакостей у Дэйни. С новым навыком пакостей Дэйни может шутить с рукопожатием, током и выполнить некоторые другие шалости. С каждым уровнем будет разблокировано больше злорадных действий. Прикольно. Ладно. Дэйни, завязывай, короче, сидеть за компом у брата. Иди-ка ты спать уже, наверное. Да. Может, мы еще кому-нибудь позвоним? Вообще время, штука 10 часов. Какое-то детское время. Давай еще поболтаем с Зинаидой. Ну, она, похоже, на твоего брата запала. Ну, например, с Григорием. Нам же нужно разные знакомства. Не только девчонки. И смотрите, прикольно. Он не вышел за компа, просто сидит и по смартфону болтает. Вообще такая труба. Лопата. Нифига себе. Огромная. Иди спать. Кстати, что-то он не выбирает, да, спать. В чем? Было такое спать в Сим-3 в нижнем белье, либо там как спать в пижаме. Ну, тут просто. И прикольная аватарка. Такой ручки сложу. Все, у меня сон меня вообще. Не трогайте. Я сплю. Классно. Так. Играть. Карьера. Смотрите. Сеть. Общение. Придумают шутки. Писать. О! Он лег спать сам? Все такое, я спать хочу. Какая нафиг карьера? Какой компьютер? Я все, я сплю. Ладно, ребята. Вот такая у меня первая серия. Еще, да, тыкаюсь как котенок. Ничего еще толком. Не знаю. Но мне в принципе нравится. Мне нравятся эти братья. И еще не совсем. Поняла, как тут что, к чему. Что где расположено. Но я привыкну. Обязательно привыкну. И мы будем продолжать эту новеллу о братьях в Уайтах. И увидимся с вами в третьей серии. До скорой встречи. Пока-пока.